Здравствуйте, с вами Маргарита Зобнина, руководитель департамента исследований Фонда развития интернета инициатив. Сегодня мы поговорим о моделях монетизации, потому что, на самом деле, очень часто компании, которые занимаются стартапами и, в частности, стартапами на открытых данных, они забывают о том, что вообще компании создаются для того, чтобы создавать доход, создавать прибыль и жить не на гранты и то, что время от времени дают государства или инвесторы, а, в общем-то, зарабатывать. Потому что, на самом деле, если вы предоставляете ту услугу или тот продукт, который востребован, то вполне логично, что вы можете на этом собирать доход и жить за счет того, что вы собрали от пользователей, а не за счет каких-нибудь грантов и не быть грантоежкой. Итак, поговорим о том, вообще, какие определяющие параметры есть для моделей монетизации, то есть для моделей сбора доходов. Затем мы поговорим о видах моделей монетизации и посмотрим, как же их, наконец-таки, выбрать. Сначала вам надо определиться, кто потребитель вашего продукта, в чем его ценность для потребителя, насколько потребитель готов платить за этот продукт. Вот здесь будьте внимательными и ответьте на этот вопрос максимально честно. Готов ли потребитель платить за ваш продукт? И есть ли у продукта, например, бесплатные аналоги? Потому что, если есть что-то бесплатное и вполне удобное, то, скорее всего, потребитель будет пользоваться этим. Соответственно, если у вас есть платные аналоги, сколько потребитель платит за них, да, это вам поможет при, например, ценообразовании, ну и, в общем-то, при определении вашей модели монетизации. Также ответьте себе на вопрос, вы были бы готовы платить за этот продукт и сколько вы бы готовы были за него платить, если бы это был не ваш продукт, а чей-то сторонний. Также вам надо определить, почему потребители будут покупать ваш продукт и сколько потребителей у вас будет через месяц, через три месяца, через полгода, через год, ну и года через три. Дальше вы выясняете, сколько доходов вам нужно, то есть вы начинаете смотреть на ваш продукт и на вашу компанию, какие у вас издержки. Соответственно, где ваша точка безубыточности, сколько вам надо обеспечить продаж и можете ли вы обеспечить то количество пользователей, которое вам принесет это количество продаж, чтобы вы окупились. Или вам нужно искать какие-то дополнительные источники дохода, например, та же самая рекламная модель, различные партнерства и так далее. Ключевой вопрос для определения модели монетизации это то, что вы продаете. Вы продаете товары, вы продаете услуги, вы продаете информацию или вы продаете платформу, то есть marketplace, где потребители встречают, например, производителей или продавцов. Или вы продаете рекламную площадку. От этого зависит то, кто является вашим потребителем и кому вы продаете. Вы продаете рекламодателям, вы продаете партнером, вы продаете, например, маркетологам или вы продаете тем же продавцам, да, возможность встретить их покупателей. Или вы продаете ваш продукт конечным потребителям. Есть две базовые модели монетизации. Первая это цепочка создания ценности, это value chain, то есть когда вы продаете какой-то продукт потребителю. Либо платформа, то есть marketplace, где вы встречаете продавца и покупателя. В зависимости от того, какую базовую модель вы для себя выбрали, зависит то, от кого вы будете собирать доход. Если у вас цепочка создания ценностей, соответственно, вы собираете доход с потребителя. Либо вы можете встроить в нее рекламодателей, да, и таким образом продавать внимание ваших потребителей им. Если вы marketplace, то есть платформа, то вам надо понять, для кого вы более ценны. Вы более ценны для покупателя, либо вы более ценны для продавца. Если вы действительно важны для продавца, вы предоставляете им возможность продавать, вы даете им возможность продвигать себя, встретить своих потребителей, то, естественно, вы можете собирать доход с продавца, например, в виде комиссии с продаж, либо, например, плата за продвижение, да, какие-то топовые места и, например, выдачу вашего продавца на первой странице, чтобы покупатель их быстрее и легче нашел. Модели монетизации бывают прямыми и косвенными. Прямые модели монетизации, когда вы собираете доход с ваших потребителей, это может быть подписка за ваш сервис, это может быть продажа вашего сервиса, например, когда вы продаете установку вашего приложения, либо это могут быть какие-то микротранзакции и встроенные покупки в самом приложении, например, когда за дополнительный какой-то функционал покупатель должен заплатить какие-то деньги. Косвенные модели монетизации, это рекламная модель или партнерская модель. В рекламной модели, как мы уже говорили, вы продаете внимание ваших потребителей, существует множество подвидов рекламной модели, так же, как существует множество видов рекламы, например, таргетированная, контекстная, баннерная и множество-множество других. Здесь вам надо просто посмотреть на рекламу и посмотреть, как вы можете сделать эту рекламу в своем сервисе, интересной для потребителя. Как вы можете сделать так, чтобы она не вызывала отторжения, как, например, вызывают отторжение все эти всплывающие окна. Если ваша реклама будет интересна вашему потребителю, то ее эффективность вырастет, соответственно, ваши рекламодатели будут счастливы, и они будут с большей охотой работать с вами и, естественно, больше приносить вам денег. То же самое с партнерами. Как сделать так, чтобы ваше взаимодействие, и, например, переход с вашего сервиса на партнерский были как-то органичнее и интереснее, полезнее для потребителя. Давайте поговорим о преимуществах подписки и встроенных покупок. Рассмотрим прямые модели монетизации. Подписка, она очень удобна для тех, кто предлагает сервисы, потому что это стабильный денежный поток, это высокая инертность потребителей, то есть они один раз подписались и что-то с их карточкой регулярно снимается. Они могут об этом забыть, при этом вам деньги капают. Это, конечно, приятно для вас, но потребитель нечасто на такое соглашается, что, в общем-то, вполне логично и очевидно. Поэтому вам нужно понять, насколько регулярно потребитель будет пользоваться вашим сервисом, и насколько он ценен для него, чтобы понять, готов ли потребитель подписаться на ваш продукт, и что вы можете сделать, чтобы ваша подписка была для него удобна, и чтобы он хотел это сделать, и чтобы он хотел вами пользоваться регулярно. Микротранзакции – это, как правило, небольшие встроенные покупки. Они удобны для потребителя тем, что это небольшая сумма, которая списывается время от времени, только когда он хочет что-то купить. Для потребителя это удобно, для производителя услуги не всегда, потому что, естественно, на маленькие транзакции у вас тоже уходит стоимость обслуживания. И здесь вам надо всегда учитывать. Вообще, когда вы выбираете модель монетизации, всегда думайте о том, сколько вам стоит привлечение потребителей и обслуживание этих транзакций, и сколько потребитель вам приносит. Может быть, от некоторых сегментов из-за этого вам придется отказаться, может быть, из-за этого вам придется пересмотреть модель монетизации. Какие-то могут оказаться совсем неприбыльными для вас. Теперь поговорим о соотношении платного и бесплатного. Очень многие сервисы предлагают потребителю какой-то бесплатный тестовый период, либо какой-то бесплатный функционал. Но зачем они это делают, вполне очевидно. Они таким образом увеличивают свою клиентскую базу, которую они могут продавать рекламодателям, например. И они таким образом увеличивают количество людей, которые пользуются, и, может быть, часть из них конвертируется в платящих пользователей. Так как же могут быть устроены эти тестовые модели или фремиум-модели? Фремиум-модель. Пользователям предлагается бесплатная версия с ограниченным функционалом и возможность докупить функционал или платную версию, соответственно, этого приложения. Либо предлагается бесплатная версия с возможностью докупать какие-то виртуальные продукты, например, внутри, либо какие-то дополнительные услуги. Также есть вариант с тестированием сервиса, когда вы предлагаете, например, бесплатный доступ к вашему сервису на неделю. Здесь есть, конечно, риск того, что человек, например, будет регистрироваться просто под разными именами, с разных мейлов и пользоваться вашим продуктом бесплатно. В принципе, этих пользователей на самом деле не так много, поэтому, возможно, этим имеет смысл и пренебречь. Все зависит именно от вас и от стоимости привлечения и обслуживания каждого отдельного потребителя. Также есть полностью платные версии, где не предусмотрен ни фремиум, ни тестовый период. Он называется paywall. То есть когда для того, чтобы пользоваться вашим продуктом, потребителю сначала надо заплатить за него. То есть, например, скачиванием вашего приложения стоит каких-то денег. Это существенно ограничивает аудиторию, потому что не все люди готовы платить, и не все хотят расстаться с деньгами. С другой стороны, вы получаете как раз именно тех платных пользователей и обслуживаете, по сути, только их. Конечно, из-за того, что у вас аудитория получается уже, их сложнее продать рекламодателям. Поэтому вам надо в первую очередь определиться при еще самом этапе разработки вашего продукта, какую же модель вы будете использовать. И дальше уже встраивать в ваш продукт соответствующий функционал, который будет предусматривать возможность запуска этих моделей. Микротранзакции. Микротранзакции предполагают небольшие покупки внутри сервиса. Соответственно, когда вы планируете продукт, вам надо опять-таки подумать, что вы будете предоставлять бесплатно, что вы будете предлагать потребителю за какие-то дополнительные деньги. Здесь у вас есть возможность расширения функционала, расширения вашего ассортимента и встраивания каких-то дополнительных продуктов по мере появления у вас таких идей. Итак, ключевые вопросы, на которые вы должны ответить для определения модели монетизации, для определения вообще, каким будет ваш продукт на этапе его создания еще, это как вы привлечете ваших потребителей, как вы их удержите, то есть что обеспечит ваше качество в долгосрочном периоде и сохранение этого качества при масштабировании. И, наконец-таки, как заработать, то есть на чем вы будете собирать деньги. И как вы сделаете покупку вашего продукта простой и удобной. Потому что если потребитель будет мучиться при покупке, да, или при оплате, скорее всего, конверсия ваших потребителей в платящих будет стремительно и катастрофически падать. Чем проще человеку оплатить ваш продукт, тем чаще будут совершаться покупки, и тем больше у вас будет конверсия в платящих пользователей. В рекламной модели какие есть важные и действительно определяющие параметры? Это массовость. Если вы хотите привлечь рекламодателя, вы, естественно, хотите ему продать аудиторию. Соответственно, вам надо понять, будет ли ваша аудитория в достаточном количестве и, соответственно, будет ли она интересна рекламодателю. Почему он выберет именно вашу площадку, а не те площадки, к которым он привык и которые он использует. Соответственно, ваша площадка должна либо предоставить ему большой охват, либо она должна быть очень узко сегментирована, например, на ту аудиторию, которую очень сложно достичь. Например, какая-нибудь аудитория владельцев яхт. Да, их не так много, ну или, например, гольфистов. Их не так много, их достаточно сложно найти, и, например, маркетологам их приходится так выцеплять по частям. Поэтому, если ваш сервис предложит рекламодателю именно его узкую целевую аудиторию, то, конечно, ему будет интересно работать с вами. Рекламная модель зависит от цен, которые сложились на рекламном рынке. То есть вам надо будет все время мониторить ситуацию на рекламном рынке, смотреть, какая динамика цен, и, соответственно, тоже, как и в случае с продуктом, отслеживать конкурентов, но уже перед рекламодателями. И постоянно, естественно, заинтересовывать вашу целевую аудиторию и делать вот это взаимодействие с рекламодателем максимально комфортным для всех. Есть также еще модель генерирования продаж, которая отчасти связана с рекламной моделью, просто потому что она похожа по идее. То есть это косвенная модель, вы продаете, по сути, ваших потребителей, вашим партнерам. Вы получаете доход либо в виде комиссии от продаж, и здесь подумайте, как вы будете отслеживать эти продажи. Потому что, с одной стороны, вы можете, например, приводить куда-то лиды, дальше будут заключаться сделки уже вне вас. Как вы будете это контролировать? Сможете ли вы это контролировать? Возможно, администрирование этого будет дороже. Соответственно, вы можете, например, заложить это как часть продаваемого товара, если вы продаете это через ваш канал. Либо вы можете собирать доход от лидов. И он тоже может быть либо какой-то фиксированной суммой, либо он может прогрессировать. Например, если вы поставляете большое количество потребителей, то вот этот процент, он, например, снижается, либо наоборот растет. Вообще, особенности этой модели зависят от тех условий, о которых вы договоритесь с вашими партнерами, от тех условий, которые сложились в вашем сегменте рынка, и конкурентной среды, что, в общем-то, и логично, и повсеместно. И, наконец, тестирование модели. Это действительно крайне важная вещь, потому что прежде чем вы выставите цену вашему потребителю или придумаете, как вы будете собирать деньги, вам надо понять, а вообще, насколько это реалистично. То есть первое, что вам надо сделать, это протестировать модель на осмысленность и жизнеспособность. То есть вы смотрите, готовы ли вы заплатить, узнаете, ну, например, хотя бы у друзей, знакомых, готовы ли они были бы платить. Просто потому что со стороны очень часто это виднее. Дальше вы смотрите на то, насколько ваша модель экономически эффективна. То есть позволяет ли она вам собрать достаточное количество денег, достаточно ли вот этого количества потребителей, чтобы с них собрать эту прибыль, хватит ли вам объема рынка для сбора этих денег. Либо, например, какая у вас модель будет базовой, и какая модель у вас будет дополнительной и позволит вам также собирать доход. Но, естественно, они не должны противоречить друг другу. Если вы собираете с потребителя доход по подписке и при этом им еще навязываете рекламу, например, всплывающими окнами, то это, скорее всего, вызовет у него раздражение. С какой стати я плачу еще и за просмотр рекламы, которую я, может быть, и не очень хотела. Поэтому смотрите, чтобы ваши модели монетизации, они не конфликтовали друг с другом и были комфортны вам и потребителю. Смотрите, насколько они жизнеспособны и насколько они экономически эффективны. То есть позволяют ли они отбить те издержки, которые у вас есть. Все-таки проекты должны быть прибыльными. И также следующим этапом после вот этого такого умозрительного анализа перейдите к анализу ваших потребителей. Пойдите к ним и спросите, вы готовы заплатить столько-то денег за этот продукт? Что они вам скажут? При этом еще делайте поправку на то, что люди очень часто говорят, что да, да, может быть, они это делают из вежливости. Либо они говорят, что нет, я готова заплатить в два раза меньше, просто потому что они понимают, что потом им это вернется в виде цены. Так что будьте очень внимательны и лучше делайте глубинное интервью с вашими потребителями. Выясняйте у них с разных сторон. Например, сколько они платят за аналогичные продукты, сколько они тратят, например, времени на преодоление этой проблемы, которую решает ваш продукт сейчас. То есть, по сути, во сколько им обходится это решение настоящее, в настоящем времени. И такое тестирование на потребителях, оно позволит вам проверить вашу модель монетизации до того, как устроить полномасштабное ее внедрение. На самом деле, модели монетизации, их очень много, и маркетологи все время придумывают что-то новенькое на радость владельцам бизнеса. Так что я рекомендую вам мониторить эту тему, придумывать какие-то ходы, которые будут подходить именно вам. И желаю вам большой прибыли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...